всем привет я гела и в прошлом видео я связала вот такие квадраты я показала вам что я хочу связать в итоге показала вам полностью прям для начинающих тех кто никогда не держал крючок в руках вы сумеете по прошлому мастер-классу научиться и связать вот такие бабушкины квадраты моем случае я декорировала стразами и в общем все 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 показывала и рассказывала в предыдущем видео крючки пряжи и так далее вот после того как я связала нужное количество и выложила так как мне нужно вот таким вот образом да теперь мне нужно собрать эти квадраты собирать я буду также крючком их можно и сшивать и разные варианты сборки есть вот этот вот участок не закрашена это горловина вот таким образом я расположила квадраты вот и теперь мне нужно собрать все эти квадратики в единое полотно собирать я буду я взяла тонкую нитку ализе которая в прошлом видео показывала а крючок оставила тот же и собирать буду обыкновенным вот таким способом столбиками вот смотрите я тут уже начала потом решила все таки этот момент записать хотя в принципе раньше показывала и почему я взяла тонкую нить вполне достаточно и и сюда и вот этот вот вот это вот косичка лет как бы бордюрчик да вот этот шов он не получается таким вот слишком выпуклым там слишком толстым а получается вот такое вот очень элегантная красивое соединение вот но соединять можно по разному можно даже сшивать эти квадраты я покажу свой способ вот смотрите вы прям с краю вот так в эти дырочки ну я по крайней мере начинаю вот так вот закрепляю сначала ниточку вот в эти дырочки вот а дальше просто беру вот петлю с этого квадрата и петлю заднего квадрата и прям вот так вот столбиком соединяю и все ночи петельки видно вот их сверху эти косички я беру прям за обе стенки вот и вот так вот соединяю и все мне очень нравится это соединение конечно смотря чем вы вяжете если взять тоже пряжу который вы допустим вяжите по толщине да то получится такой аккуратненький красивенький но довольно выпуклый бордюрчик вот я чтобы избежать этой выпуклости взяла тонкую нитку вот эту ализе она у меня с люрексом и очень красивая гармоничное такое соединение получилось прекрасно прекрасно она сюда подошла так и тем временем вот таким образом продолжаем тут трудно спутать но знаете когда вот темная черная пряжа там где-то просто внимательно берем вот за эту косичку и вот на этом квадрате косичку и вот так вот соединяем будет видите и все у нас прекрасно получается в предыдущем видео я показала девчонки как я расправляюсь с хвостиками вот у меня здесь пряжа вот эта цветная по большей части акриловая это детский акрил довольно скользкая все-таки пряжа да и ну по крайней мере в данном случае вот в этом варианте мне такой способ спрятать хвостики очень понравился и подошел получилось идеальная изнанка чистая без всяких узелков без всяких хвостиков и теперь уже не стоит бояться что когда-то там от стирки или как-то от хвостики эти вдруг появятся вот что бывает довольно часто при классическом способе как мы прячем хвостики да в данном случае это все исключается и получается великолепное изделие и с изнанки и с лица поэтому если вам интересно посмотрите в предыдущем видео но я продолжаю вот таким образом я соединила квадраты и опять вот в эту дырочку и все затягиваю нитку вот и все вот такое соединение вот таким образом я соединю сейчас все их по горизонтали вот прям по рисунку как у меня разложены квадраты да вот а затем уже соберу все это по вертикали ну тут уже понятно да объяснять разложите где-то на поверхности эти квадраты прям вот так сейчас также третий следующий ряд привяжу вот получится такое соединение девчонки забегая вперед скажу я связала после в то ну я обычно не глажу а с с изнанки через ткань хлопковую прям вот пять у меня до через ткань я держа утюг на весу просто паром прохожусь по всей поверхности то есть утюг я не ставлю на изделие но только паром и этого вполне достаточно в данном случае вот таким образом после этого обработки у меня в общем то довольно длинный объемный свитер получился и в принципе если для себя то прекрасно но и мне изначально хотелось молодежный такой свитер я просто увлеклась слишком связала вот лишних квадратов по навязала тем более после отпаривания все это так вот разлеглось когда вот в итоге я по убирала там длину но я хотела молодежный свитер с картинки вот там дальше я еще раз эту картинку выложила а тем временем смотрите я все соединила и вот так вот у меня вот моя заготовка видите и теперь все это соединяем по вертикали вот прям как она лежала и теперь точно так же соединяю все это по вертикали обычными вот этими столбиками вот такое полотно заготовку у меня получилось видите какое красивое соединение вот с изнанки вот таким вот образом получается и вот с лицевой и прекрасно мне очень нравится данном случае это прям самое то видите какая прелесть очень нарядно очень красиво смотрится в деле и очень аккуратно и с изнанки и с лица ведь вот такая заготовка у меня получилось теперь я приступлю горловине вот она квадратная мне нужно закруглить вот эти уголки и сейчас я покажу я начну вязать обычными столбиками прям по горловине я хочу связать все-таки резинку несколько сантиметров до а уже к этой резинке сделать воротник вот потому что если я начну прямо отсюда воротник то я побоялась что это будет слишком расхлябанно слишком большой получится вырез вот поэтому я решила все-таки связать резинку вот вы видите да обычными столбиками просто в каждую петлю я вижу делаю вот такую обвязку вот и сейчас покажу как я по крайней мере поступила в самом углу вот смотрите предпоследняя петля я делаю накид вынимаю ниточку и провязываю сразу все три вместе это называется полустолбик с накидом вот сразу все три вместе дальше опять делаю накид и в следующую петлю это у меня дырочка вот дырочку опять делаю полустолбик с накидом то есть сразу все три вместе провязываю далее я делаю накид и провязываю обычный столбик с накидом вот вы видите в дырочку под для канале дальше опять делаю накид и полустолбик с накидом следующую петлю вот таким вот образом я обработаю сейчас все уголки и все дальше обычные столбики уже в следующую в каждую петлю вот обыкновенные столбики так вяжем до следующего угла и далее опять все то же самое делаем накид и в предпоследнюю петлю вяжем полустолбик с накидом вот видите все три вместе дальше накид вот в эту дырочку полустолбик с накидом цветы вместе дальше накид и вяжем вот в следующую между ними дырочку обычный столбик с накидом то есть высокий столбик получится да вот обычный столбик с накидом 1 и 2 дальше опять накид и в следующую дырочку полустолбик с накидом все три вместе так опять накид следующую петлю полустолбик с накидом и дальше опять обычными столбиками до следующего угла вот таким вот образом я сейчас обработаю горловину вот а дальше перейду на спицы и так я взяла спицы круговые у меня и смотрите вот таким образом просто каждую петлю если неудобно то можно себе в каких-то ситуациях помочь крючком я вот здесь все это в камеру смотрю на весу не очень удобно так в принципе тут ничего сложного да вот все понятно каждую петлю мы вытягиваем на спицу таким образом нам нужно собрать на спицу каждую петельку ну а дальше девчонки просто как обычно я вяжу резинку один на один и вы знаете я здесь ничего не рассчитывала потому что пряжи я уже говорила да смесовая совершенно там не рассчитать пока этот свитер вот поэтому я все делала на глаз и у меня как-то все очень здорово гармонично сложилось то есть я ничего не прибавляла не убавляла вот как шло так и шло так здорово все получилось я вот так собрала на спицу и теперь обычной резинкой лицевая изнаночная я прям по кругу свяжу резиночку сантиметров там четыре у меня получилось резинка я не стала делать слишком высокую в принципе можно сделать прям чулок воротник ну продолжить повыше да и свитер но я хочу этот воротник все таки как на картинке сделать тоже из мотивов поэтому я связала чтобы все это было поаккуратнее и держалась горловина хорошо чтобы дальше в итоге не растягивалась я все-таки связала в такую резиночку вот а дальше к этой резинке точно так же как я вам показала это соединение квадратов точно также подсоединю горловину ну а пока вот видите да продолжаю вязать резиночку дальше девчонки когда мне уже достаточно я закрыла петли смотрите вот таким вот образом вот первые две петли сняла на крючок и одну в другую сняла следующую на крючок вот и одну в другую можно в принципе столбиками как бы провязать но тогда это будет как сказать такая как бы растянутый край да как будто бы такой волнообразный вот а вот таким вот образом если закрыть в моем случае по крайней мере получился очень аккуратный край который в меру тянется в меру держится ну как бы да очень все аккуратно и идеально прям то что нужно и дальше к этому краю я уже подсоединю воротник из мотивов я покажу вам сейчас дальше но пока вот таким вот образом я закрываю буду видите да то есть ничего не провязываю сейчас пройдусь вот таким образом по кругу и когда дойду до этой ниточки рабочей сделаю узелок и закончу вязание вот вы видите да раз и в дело предыдущую вот так снимаем на крючок и втеваем в предыдущую вот и все таким образом закрываем горловину вот я дошла прошла по кругу дошла до ниточки сейчас сделаю соединительную вот так и завяжу вытяну ниточку и срежу и спрячу этот хвостик точно так же как я вам показала при смене цвета вот такая горловинка аккуратненько у меня получилось по идее можно оставить как джемпер вот с такой горловиной в деле я померила очень хорошо аккуратно смотрится вот но я хочу как на картинке я сделаю воротник из мотивов сейчас покажу вот здесь девчонки я уже забегая вперед вставила кадры вот эти когда я распускала я сделала также резинку связала снизу вот но потом в итоге я вспомнила постоянно отхожу от картинки но мне хочется как нам на картинке укороченный молодежный джемпер но я в итоге связала длинный я покажу вам длинный вариант вот потом убрала то есть и резинку тут вязала потом вспомнила убрала в общем экспериментировала по всякому и теперь знаю как можно вязать эти джемперы вот и что получится в итоге вот в итоге резинку снизу я решила убрать но если вы хотите джемпер да можно вот так же точно так же набираете по кругу на спицах и вяжите резиночку вот ну а я пока закрываю не с вот таким вот образом сначала я обвязала тем же цветом фоновым обвязала точно также по три столбика в каждую дырочку сегмент как мы вязали мотивы ну и дальше добавила несколько цветов и сделала несколько рядов обвязки и таким образом закончила не с изделия девчонки вот такой свитер у меня получился он потрясающе смотрится это просто великолепно очень красиво очень аккуратно все чистые снаружи и снутри вот смотрите вот сразу хочу сказать я укоротила после этого укоротила рукава убрала по одному ряду вот и как раз вот смотрите от одного рукава вот эту полоску из квадратов я собрала в трубу и вот вы видите да как бы лицевой в изнанку я расположила вот этот хомутик ну то есть по сразу видно да вот сейчас свитер у меня на лицевую к вам смотрит а воротничок как бы изнанкой кверху и вот таким вот образом я точно таким же как бы швом да как я вам показала я из обработаю вот эту горловину то есть из трех мотивов воротник у меня получится но это девчонки прелесть настолько все аккуратно просто и настолько все сложилось как-то по размерам повязки очень здорово и точно такая же это точно такой же как бы шов соединение у меня получится все очень красиво и аккуратно смотрите вот такой шовчик тоже немножко пропарю его и получится великолепно вот воротник и теперь верхнюю часть воротника я обработаю столбиками без накида и попрячу все хвостики затем я поворачиваю его вот таким вот образом и у меня получается вот видите вот такой потрясающий смотрите какой свитер это сначала у меня получился вот такой но в итоге я все равно убрала нижний ряд потому что я хочу вот этот молодежный с картинки вот смотрите какая прелесть но девчонки если для нас по возрасту то вот такой свитер это просто прелесть ну длин удлиненный до когда прям попа все закрыто это как платье прям вот если молодежный с джинсами там с кроссовками сумками тон нижний ряд нужно убрать я убрала нижний ряд вот так же довязала пару-тройку рядов снизу по кругу и у меня получился очень здоровский такой молодежный модный свитер который у меня будет в продаже смотрите какая прелесть ой но это просто прелесть он так здорово смотрится в деле он настолько аккуратно здорово связан то есть и с изнанки все идеально чисто и с лица и самое главное можно не переживать что после стирки или во время носки где-то какие-то хвостики вылезут уже не вылезут как этого избежать я показала в первом видео в первой части этого урока как бы да где я показываю свой опыт вот такая прелесть прелестная у меня получилось и сейчас покажу вариант который в принципе мне нужен был изначально недолго думая я взяла и распустила вот этот соединительный шов и убрала нижний ряд далее я связала несколько рядов по кругу вот видите вот такой вот свитер я хотела изначально ну такого плана по крайней мере вот видите как он смотрится с джинсами на молоденьких девочках такой укороченный с длинными объемными рукавами и ну по единственное что вот здесь вы видите двойная манишка такая не манишка воротник вот а я решила сделать вот видите низ я убрала решила сделать из одного квадрата и он у меня как бы пополам на воротнике складывается видите и вот такая прелесть прелестная у меня получилось сразу совсем другой вид но это конечно если на молодежной фигуре там девочка в джинсах да вот с таким свитером это будет смотреться просто бомбически он объемный такой эти можно с маленькой сумкой и с большой сумкой я просто показала как это смотрится в деле смотрите как прикольно сейчас самое время носить такие свитеры очень прикольно смотрится очень такой модный молодежный ну и разумеется цвета подбор цвета это все на ваше усмотрение вот и на вкус каждого хоть однотонный свяжите но всю работу весь процесс я вам показала если вам интересно смотрите первую часть особенно начинающие тогда вы обязательно научитесь вязать крючком и у вас обязательно все получится и девчонки я прям не могу нарадоваться что я решила сделать обвязку фоновую фоновую пряжу взять вот эту с люрексом там еще микро поездочки у меня есть добавлена нитка и смотрится это в деле ну просто шикарно вот насколько уж возможно я показала на камеру вот такой вот супер модный крутой свитер у меня получился девчонки в процессе вязания я попробовала все варианты длинный короткий с манжетами резинкой да и без резинки и так и эдак и в общем теперь я знаю как что мне нужно если я приступлю снова к такому свитеру на сегодняшний день задача по картинке выполнена на мой взгляд так что девчонки беритесь это совершенно не сложно и совершенно в принципе не затратно потому что это из разряду утилитарного рукоделия когда можно использовать все свои остаточки ну а я на этом с вами прощаюсь мои дорогие желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения и девчоночки пожалуйста не забудьте подписаться на мой дзен смотрите меня на бусте если вы хотите меня поддержать а а также я в контакте группа гела рукоделия и группа прелесть прелестная в общем девчоночки подписывайтесь и не забудьте про дзен огромное вам спасибо мои любимые огромное вам спасибо за вашу любовь за ваши комментарии сколько комплиментов мне под одним из там из последних роликов понаделали девчоночки спасибо вам большое спасибо мои дорогие скоро увидимся пока пока всего вам самого доброго до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин